Улица Центральная села Златоуст свое название оправдать никак не хочет. Здесь в скромном доме ютится семья с пятью детьми. Глава семейства Олег, бывший учитель местной школы, с порога предупреждает. Сделайте глубокий вдох, дышать в доме невероятно сложно. Сгнили стены. Вот я показывал комиссиям, которые приезжали раньше. Вот если взять, даже вот пруток, вот можно пробить стену до самого фундамента. Здесь потверже. А так вот доходит до сюда практически рукой. Забивал прутки, это сейчас вот держит еще пеномонтажный. Итак, каждый раз доказывать, показывать, убеждать, что дом непригодный для жизни разным комиссиям Олег Макушин продолжает без устали. Но самый страшный секрет кроется в комнате для малышей. Сложно представить, но это детская. Ровно два года назад здесь обрушился потолок. С тех пор взрослые и дети обходят эту комнату стороной. Упало пять досок, которые, видите, вот эта вот древесина, она отгнила от рельсы. И произошло, ну, видите, что труха. И вот видно было, как белые нити грибка, они пронизывают весь потолок, все доски. Вот. Ну, я заделал здесь этот проем, укрепил, потом утеплил сверху. Ну, и вот. Если бы ребенок был здесь, страшно представить, что бы произошло. Вы видите, детская кроватка разломана. В каждом дне все сырее и сырее становится. Вот заходишь даже с улицы, сразу вот запах такой чувствуешь. Да, мебель, все вот эта вот одежда, она покрывается белым налетом. Некоторые вообще даже плеснеют. Ну, плеснеют даже весь. А плесень, видели, как она выглядит? Белого цвета. Дышать плесень неплохо. Сезон грибов эта семья открывает раньше обычного. Вон они прямо под балкой. Возможно, даже ядовитые. Собирать можно круглый год. Никакой помощи от нашей администрации, от района нет. Я в конце марта, в начале апреля, пять дней приходил в соцзащиту узнать, как движутся дела. Вот. Нас поставили седьмыми в очереди. Ну, пять дней подряд я приходил, не мог застать двух специалистов. Не смогли застать специалистов и мы. Съемочная группа пыталась найти ответы у запертой двери Кудринского сельсовета. Тщетно, как и попытки дозвониться. Вместо разъяснений у главы администрации одни гудки. Как мне советовали многие родственники, посоветовали обратиться в отделение ЛДПР, чтобы быстрее дело сдвинулось с мертвой точки. Вот, поскольку ЛДПР оказывает реальную помощь многим-многим людям. Насколько я сам знаю, моим родственникам помогали. Обращение многодетная семья адресовала Владимиру Жириновскому. Лидер ЛДПР ситуацию поставил на срочный контроль с привлечением прокурора Новосибирской области. Все обязательства содержанию, ремонту и обеспечению, так сказать, нормальных условий, то есть и капитальный ремонт, и текущий ремонт, входят в обязанности Кудринского сельского совета. На сегодняшний день, уже второй год, эта ситуация не может никак разрешиться, хотя у семьи многодетной, которая имеет пятерых детей на руках, акт обследования, проведенный жилищной комиссией Кудринского сельсовета, которая гласит, что жилье аварийное, и они, естественно, имеют право на получение очередного жилья. Но это из той оперы, когда всегда администрация либо своим действием препятствует исполнению законных прав граждан, либо своим бездействием, значит, ну, то же самое, не осуществляет реализацию их законных прав. Дело с мертвой точки сдвинется меньше, чем через месяц, поясняет Алекс Уворов. И семья Макушиных должна получить новое жилье. А пока самый маленький брат Святослав отмечает свой второй день рождения в этом доме, а общие для всех опасения озвучивает его сестра. Нам здесь страшно жить, мы боимся, что потолок упадет.